Анна почти полностью потеряла зрение еще в детстве, но заниматься спортом инвалидности никогда не мешала. Первые серьезные соревнования еще в конце 80-х. Начинала с легкой атлетики, потом конкобежный спорт, а 8 лет назад перешла в пауэрлифтинг. Когда видит человек, он конечно ровненько возьмется, а тут тем более, когда берешься разнохватом, надо ровненько взяться. Можно распределить расстояние, чтобы не перевешивала никакая сторона. От этого будет зависеть, как ты поднимешь. В конце прошлого года на чемпионате мира в Грузии Анна завоевала сразу 8 медалей. Достойный результат удалось показать вопреки всем локдаунам и ковидным ограничениям. Проблемы с карантином начались еще на сборах. У соседки по комнате почти в самом начале тренировочной программы выявили положительный ПЦР. Сидели на удаленке, закрытые, не тренировались практически. Перед отъездом у нее взяли опять ПЦР, у нее был отрицательный. Везем ее в Грузию, меня опять селят с ней в номер, в 2 часа ночи поднимают и говорят, собирайся, у нее ковид все-таки. Опять был стресс такой. Кроме стресса есть еще куча проблем. Все как обычно. Нет денег и нет внимания со стороны спортивных чиновников. Атлеты, как правило, экипируются и едут на соревнования за свои деньги. Иногда удается окупить выступления за счет призовых. Иногда нет. Есть приоритеты. Есть паралимпийские виды спорта, есть неолимпийские виды спорта. Соответственно, паралимпийским видом спорта выделяется больше денег. Меньше денег выделяется не паралимпийским видом спорта, к которым мы относимся как раз. То есть говорят, ну, ребят, ищите, найдете, едьте. Нет денег. Ну, ваши проблемы. Но не все так печально. В последнее время у челябинских пауэрлифтеров дела пошли в гору. Нашлись спонсоры, да и с региональным Минспорта получилось наладить рабочие отношения. Так что на ближайшее время участие южноуральских спортсменов в международных соревнованиях обеспечено. Ближайшие крупные старты Кубок Мира. Он пройдет в марте в Египте. Ольга Кокшарова, Иван Абросимов, Сергей Олейник, 31 канал.